Уже неделю Большой театр гордится отреставрированной исторической сценой. Но пока на нее не ступала великая нога Николая Цискоридзе. Народный артист в последнее время танцует мало, в основном преподает и ворчит, когда ходит по Большому театру. Он же помнит все его трещинки. Николай отмечает 20 сезон в любимом театре. 20 лет строгого режима. Как артист привыкает к новым застенкам и зачем? Попробую объяснить в деталях. И за собою мир загадочный ведет. О, это действительно мир полный загадок. Например, почему, когда утверждали проект реконструкции Большого театра, не учли одну физиологическую особенность? Вообще-то после десятка пируэтов люди потеют. Вот мы находимся в одной из гримерок театра, да. Во-первых, вы чувствуете жутко спертый воздух. Все гримерки без окна. Вот как бы театр делится на две стороны, ровно посередине. Вот сейчас мы находимся на мужской стороне, это мужская сторона, а там женская. И так как все гримерки без окна, получилось на втором этаже случайно, на мужской стороне, три гримерки с окном. Но уже есть девочки, которые требуют для себя эти гримерки на мужской стороне. Понимаете, но так как у нас есть очень такие известные артистки, у которых есть своеобразные покровители, то, наверное, может быть, это им отдадут. Цискоридзе – Николай Неугодник. Такое амплуа и такой характер неуживчивый. Но если хочешь вертеться в главной партии, придется ужиться и ужаться. Отныне ветеран сцены будет потеть в общей гримерке. Да, господин Цискоридзе работает 20-й сезон. Да, у меня достаточно солидный возраст, я признаюсь, к сожалению. Да, это очень сложно быть самым взрослым артистом, но это так. Цискоридзе – работающий пенсионер. Администрация Большого театра начислила ему официальную пенсию еще два года назад. Сегодня Николаю 37 лет. По балетным меркам – глубокая старость. В его случае это суперстарость. А значит, он имеет полное право и ворчать, и брюзжать. Вот, мол, понастроили. Какого-то ощущения старины уже нет. Его никогда не будет. За кулиси на самом деле похожи на все театры мира теперь. Какого-то вот такой вот изюминки большотеатровской, ее больше, конечно, нет. Везде была лепнина, сейчас приклеенные пластмасски золотого цвета на клей ПВО. А это была раньше глина, покрытая сусальным золотом. Я настолько люблю Большой театр, и я свою жизнь изменил в детстве, потому что я не из театральной семьи. Я хотел работать и служить Большому театру. И вот маленький мальчик маме сказал, я здесь буду главным. Я здесь заслужил право голоса потом и кровью, а не тем, что меня привел какой-то дядя и сказал, знаете, что вот мальчика надо сделать солистом. Нет. Браво! Браво, моя киска! Мороша! Исторические кадры из московской квартиры Николая Цискоридзе. Съемка 2003 года. В телевизоре Анастасия Волочкова, тогда еще прима Большого театра. В сентябре 2003 года Персик перезрел. Балерина была уволена. Формальный повод Волочкова потучнела, и ей невозможно подобрать партнера. Реально проблема в том, что она гораздо чаще мелькала в светской хронике, чем в репетиционном зале. Такого предательства Большой театр не прощает. Балерина должна быть тупой, лупцует юную партнершу Цискоридзе. Тут, как в армии, дедовщина. 20 лет назад он был таким же мальчиком для битья, приезжим из Тбилиси. И отлично знает, что на каждого деда найдется свой прапорщик. Потому что Большой театр больше, чем театр. Он всегда требовал полного подчинения, если не рабства. В 19 веке это и вовсе был крепостной театр. Тогда за кривой пируэт морфутку с еробкой били батагами. И они танцевали не за рубль, а за жизнь. И проверки на прочность здесь устраивали всегда и всем. Доводили до такого состояния, что не хотелось уже не то, что на сцену идти. Жить не хотелось. Но приходилось это все глотать, зажиматься и идти. Но пока, видите, иду. В 2004 году он еле ковылял. Из-за травмы колена Цискоридзе пропустил один сезон в Большом театре и начал преподавать в Московской академии хореографии. Первое, о чем он рассказал своим ученикам, это о славных театральных традициях. Большой театр начинается с трусов. Ну, например, допустим, туфли и нижнее белье балетное ни в коем случае, чтобы не оставлял без присмотра. Мой одноклассник, это реальная история, на конкурсе оставил свое нижнее белье. Ему это нижнее белье смазали феналгоном. Вы понимаете, что такое феналгон? Это сильно разогревано, такой жгучая мазь. Когда он это одел, он ничего не заметил. Это начинает действовать тогда, когда тело начинает потеть и разогреваться. В момент, когда он уже приготовился и разогрелся, когда его объявили, он пошел танцевать, это начало гореть. А это самые интимные места. И это ничем загасить нельзя, мыть это нельзя. Это, ну, ближайшие два часа – это адской боли. И это все есть. Сегодня, после того, как реконструкция театра окончилась безоговорочной победой вышестоящего руководства, Николай Цискоридзе ходит по большому, как по минному полю. Вот репетиционный зал, он же отреставрированная камера балетных пыток. Засада то тут, то там. Неправильный пол, низкие потолки. Здесь нельзя делать поддержки. Вот я поднимаю руку, посмотрите, да? Я не самый высокий артист театра. Очень много балетов, как вы понимаете, с поддержками. Либо ты поднимаешь балерину, несешь в какой-то угол, либо несешь оттуда туда. И все время она будет биться головой о потолок. Это, с одной стороны, смешно, с другой стороны, это все печально. С третьей в Большом театре это обычное дело. Не хуже Финалгона, не больней хозяйских тумаков. Таковы крепостные традиции. И, судя по всему, их никто и не собирался реставрировать. А зачем? Если даже он, самый титулованный артист из многотысячной труппы, в любом случае выйдет на сцену. Поворчит и выйдет. Правда, за длинный язык Николая Неугодника уже лишили возможности выступить в гала-концерте на открытии Большого театра. В этом году у Цискоридзе только одна премьера. Балет «Спящая красавица», где он числится в пятом составе. Как говорил Фигаро, что я лучше, чем моя репутация. На самом деле я человек скандальный. Но когда касается работы, я никогда не... Ну, что делать? Да, все будут работать. Мы счастливы. Мы все равно, даже если будет бомбардировка, мы все равно будем танцевать. И Большой театр в 43-м году доказал, что во время войны мы танцевали все равно. Москву бомбили, а все здесь работали. Я не собираюсь отсюда уходить. Я им всем сказал, что я отсюда уйду вперед ногами. Ну, вот хоть Аполлон родной и Музы, среди которых мы все выросли, это такое счастье их видеть. Вы не представляете, я так счастлив, что я вижу этот плафон опять. И билет в России больше, чем билет. Это к вопросу о стоимости мест в портере Большого театра. Вот такой реквизит выдали журналистам накануне открытия отремонтированной сцены. Можно устроить благотворительный домашний спектакль. Через минуту о большом искусстве в маленькой деревне.